Всем привет от белых медвежат на Черном море! Сегодня медвежата совершили свое первое большое путешествие по вольеру своей мамы Сережки. Медведица внимательно наблюдала за ними из соседнего вольера. Напомним, что после родов медведица отказалась от малышей и они выкармливаются сотрудниками сафари-парка. Продолжение следует... К сожалению, это частая история, когда молодые мамаши не проявляют родительских инстинктов, зато потом очень заботятся о детях, рожденных позже. Мы обещали вам рассказать о том, откуда в Геленджике появились белые медведи. Первым в зоопарке появился командор Седов. Его прибытие в сафари-парк состоялось в 2013 году. Мишка родился в Санкт-Петербургском зоопарке, а потом переехал в Красноярск. В Геленджике Мишка живет как жених двух белых медведиц – Сережки и Снежинки. Но из двух красавиц он пока для себя выбрал Сережку. Сформировать пару белых медведей очень непросто. Часто самец обижает самку и даже убивает ее. Такой случай, например, произошел 10 февраля 2021 года в зоопарке Детройта в США. Но у наших медведей, к счастью, полное взаимопонимание и любовь. Медведицы поселились в сафари-парке в 2014 году. Их судьбы очень похожи. Обе малышами-медвежатами остались без матери и прибились к полярникам на новой земле. Выжить в условиях полярной зимы сиротам практически невозможно, поэтому было принято решение передать их в зоопарк. Для них были сделаны специальные холодные комнаты, бассейны с охлажденной водой. Но, как оказалось, наши медведи быстро адаптировались к солнечному климату Геленджика и обожают валяться на солнышке, принимая солнечные ванны. А если зимой водоемы покрываются коркой льда, то в ледяной воде купаться никто не хочет. Мишки хорошо адаптировались к климату. А разнообразный рацион в сафари-парке помогает медведям поддерживать хорошую форму. Они с удовольствием едят рыбу, мясо, фрукты и овощи. Любимые лакомства у них – кубанские ягоды и фрукты, замороженные в кусочках льда. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие удивительные судьбы у медведя Геленджикского сафари-парка. О том, как появились на свет два чудесных белых малыша, мы расскажем вам в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok